Здравствуйте! В эфире 12 выпуск ювелирной школы Боровисима. Меня зовут Анна и мы начинаем! У кинематографа и украшений настоящая любовь. Ювелирные дома нередко предоставляют свои сокровища для съемок, а драгоценности становятся центральным элементом картины. Сегодня мы начнем рассказ о самых известных и дорогих украшениях за всю историю кино. О легендах, связанных с ними, о которых вы, возможно, даже и не подозревали. Толье с голубым бриллиантом из кинофильма «Титаник», пожалуй, по праву можно назвать одним из самых узнаваемых украшений в кино. По сюжету оно принадлежало королю Людовику XVI, а вот прототипом уникального камня стал знаменитый голубой бриллиант Хоупа, который, согласно легенде, был привезен из Индии и якобы выгнут из глаз священной богини Ситы и приносил несчастье всем своим владельцам. Сегодня настоящий камень хранится в одном из музеев Вашингтона. Специально для фильма ювелирная компания «Астра Ингарат» разработала похожую подвеску из танзанита в обрамлении бриллианитов и белого золота. Однако после невероятного успеха «Титаника» у кулона появилось два роскошных двойника. Первую реплику сделали из синего сапфира весом 171 карат, обрамленного 103 бриллиантами. Именно ее надела певица Селин Дион на церемонии вручения премии «Оскар» в 1998 году. А во втором жереле пришла на церемонию актриса Глори Астер, исполнившая роль Роуз, но уже в более преклонном возрасте. Это было украшение с 15-каратным голубым бриллиантом от Гарри Винстон. Но есть и еще одна невероятная легенда. Предполагается, что Джеймс Кэмерон переиграл реальную историю о неких Кейт и Генри, молодой ассистентке и женатого бизнесмена, которые сбежали вдвоем, как им тогда казалось, в новую жизнь. Генри подарил свое возлюбленное колье сапфирам в обрамлении бриллиантов. Незадолго до побега, но, как и в фильме, он погибает, она спасается и рожает от него ребенка. После того, как эта история получила огласку, сапфир назвали любовью моря. Сейчас он выставляется на пароходе Нормандик, который в 2006 году был открыт для посещения. Именно на этом судне доставляли пассажиров первого и второго класса на Титаник. Драгоценности и любовные истории так часто переплетаются и создают волшебную сказку. Особенно в кино. Порой это сказка о Золушке. Может быть, даже на очень современный лад, как, например, всеми нами любимый фильм «Красотка». Роскошное колье для героини фильма Джулии Рубертс с 23 грушевидными рубинами и россыпью бриллиантов было изготовлено специально для фильма французским ювелирным домом Фред Джулии. Его стоимость составляет 1 миллион 350 тысяч долларов. Интересно, что именно с этим украшением была связана одна из самых забавных сцен в фильме. Персонаж Гира протягивает Вивьен в футляр с рубиновым колье, а когда девушка тянется за ним, он резко захлопывает коробку. Этот момент был чистой импровизацией актера. И реакция Джулии была такой искренней, что при финальном монтаже сцену решили оставить. Ну и, конечно, когда говорим о драгоценностях в контексте кино, сразу же вспоминаем фразу героини Марли Монро о том, что именно бриллианты лучшие друзья девушек. Это был легендарный фильм «Джентльмены предпочитают блондинок». Однако не все знают, что для продвижения фильма был задействован натуральный желтый бриллиант весом 24 карата под названием «Луна Барады». Именно он украшал колье от Гарри Винстон, которое носила Мэрлин Монро, когда исполняла песни про бриллианты во время рекламной кампании. Этот камень считается одним из самых старых ювелирных изделий, ведь на момент съемки ему было более пятистали. В числе его предыдущих владельцев были индийские махараджи, императрица Мария Тереза Австрийская и королева французская Мария Антуанетта. В 1943 году бриллиант «Луна Барады» был куплен ювелирным брендом «Майр Джувелри Компани» и любезно предоставлен Монро для рекламы известного фильма. В 1990 году это колье вместе с подписью «Звезды» было продано на аукционе за 297 тысяч долларов. Надеемся, наши истории вас заинтриговали и совсем скоро мы расскажем вам еще больше интересного. Волшебный и удивительный мир кино. Он дарит нам сказку, о которой мы так мечтали в детстве. И в каждой сказке есть своя история и своя особенная драгоценность. Давайте продолжать мечтать, и пусть ваши мечты обязательно станут яркими. А сделать мечту о драгоценностях доступнее поможет ваш любимый ювелирный салон «Брависсимо».